Петушки Например, говорят, здесь мастера традиционно делали свистульки в виде петушков и продавали их на ярмарках. А еще есть и криминальная версия. На большой дороге промышляли разбойники и предупреждали о своем появлении петушиным криком. Ничего себе! А что, здесь какой-то торговый путь проходил? Конечно! От Москвы через Владимир и до Нижнего Новгорода. Первоначально петушки были рабочим поселком при железнодорожной станции еще в 1860-е годы. А городом петушки стали лишь столетия спустя. Получается, здание вокзала – одно из старейших здесь. А что это за красивый храм по ту сторону шоссе? Это Свято-Успенская церковь. Она была построена в псевдорусском стиле только в начале 20-го века. Но, кстати, она не закрывалась даже в советские годы, что было большой редкостью. Городок маленький, но уверена, музей петуха тут точно должен быть. Угадала! Районный дом культуры разместил этот музей на своей территории. Здесь увидим все на петушиную тему. Похоже на сказочный городок. Смотри, и улицы тут даже есть. Сейчас выясним, что было раньше – яйцо или курица. Каких только петухов тут не увидишь. Любого размера и цвета. И изготовлены они из разных материалов. Стекла, глины, дерева, металла, лоскутов. В музее есть даже петушки из разных стран мира. И каждый со своим характером. А вот и обещанный музей Венечки Ерофеева. Он ведь жил в петушках пару лет. Работал грузчиком. Среди экспонатов – личные вещи писателя, печатная машинка и черновики, отечественные и зарубежные издания его книг – пластинки. Можно и самим прочувствовать, как ездили советские граждане в таких электричках. А экскурсия какая глубокая. Начинаешь понимать философию писателя. Кстати, в этом здании не только музей Ерофеева, но и центр прикладного и художественного творчества. Сколько интересных деревянных изделий. Это выставка работ резчика по дереву Павла Ивашкина. Здесь и пряничные доски, и богородские игрушки, и деревянные иконы, и знаменитая рыба-кит. Так хочется с мастером познакомиться. Наверное, очень интересный человек. Тогда нам в поселок Нагорный, рядом с Покровом, где живет и работает Павел Ивашкин. Никогда не была в настоящей мастерской. Мастер декоративно-прикладного искусства Павел Ивашкин, потомственный резчик Аргун, а еще имеет профессиональное художественное образование. Закончил Строгановскую академию. Он попробовал себя во многих техниках. Одно из его любимых направлений — создание деревянных игрушек. Для выполнения резных работ мастер использует хорошо высушенную липу. Вот это да! Вроде обычный кусок дерева, а превращается в произведение искусства. Может, и ты попробуешь? Доверит тебе мастер-инструмент. Тут их десятки. Как считаешь, у меня получится? Думаю, талант резчика нужно оттачивать годами. Большое внимание Павел Ивашкин уделяет возрождению искусства Аргунов, которые прославили Владимирский край в прошлые века. Он восстанавливает старинные иконостасы, наличники, резную мебель может сделать, а еще передает мастерство школьникам и своим детям. Ну что, теперь в Покров, раз уж мы тут рядом. Да, а ведь знаешь, Покров стал уездным городом еще при Екатерине II, задолго до Петушков. Хотя сейчас это город в Петушинском районе, а история Покрова уходит корнями в начало 16 века. Здесь была Антониева пустынь. Сегодня от первоначальной обители осталась церковь Покрова при Святой Богородице 17 века, которая неоднократно перестраивалась. Как и Петушки, это город на большой дороге. Да, он был удобным перевалочным пунктом на Московско-Владимирском тракте. Кстати, через город проезжали и даже останавливались в нем многие известные люди России. Радищев, Пушкин, Грибоедов, Герцин и другие. Может быть, об этом нам расскажут в Кривеческом музее? Конечно. Здесь богатая экспозиция. Представляешь, музей находится в здании бывшей жандармерии второй половины 19 века. Здесь была и пересылочная тюрьма. Каторжников гнали из Москвы в Сибирь как раз через Покров. И здесь была первая остановка для отдыха. А еще Покров был заезжим городом. Здесь меняли лошадей, так как больше ста километров в сутки они не выдерживали. В музее, например, представлены подлинные вещи семьи лучших ямщиков России Чебуровых. Воспроизведена и Покровская гостиница 19 века. Здорово, что все вещи в музее подлинные. Чувствуется дух эпохи. В музее можно познакомиться с деятельностью и бытом горожан того времени, промыслами и ремеслами Покровского уезда. Прекрасный музей. Мне было очень интересно. Но и это еще не все. В соседних залах разместился музей шоколада. А при чем тут шоколад? В Покрове находится фабрика, которая производит почти третью часть всего российского шоколада. Ничего себе! Оказывается, история шоколада насчитывает более 4 тысячи лет. От индейцев-альмеков до современности. Смотри, здесь даже смоделирована производственная линия, чтобы все увидели, как делают эти сладости. А рядом на центральной площади увидим уникальную фею шоколада. Обязательно потрешь шоколадную плитку и загадай желание. Точно сбудется! А знаешь, Покров вообще можно назвать вкусным городом. Ведь еще с 19 века он был знаменит своими пряничными мастерами, которые хранили особый секрет и передавали его из поколения в поколение. Неужели попробуем сегодня пряники? Конечно! И не только попробуем, но и увидим все этапы производства. Главное отличие покровского пряника в том, что в тесто не кладут яиц. Зато используют очень много разных пряностей. Корицу, имбирь, гвоздику. А мне особенно нравится, что все пряники с начинками. Яблочный конфитюр, вареная сгущёнка, грецкие орехи, чернослив. Это очень вкусно! Пряники изготавливаются вручную. Тесто формируется в пряничных досках и выпекается в специальной печи. Затем выпеченные пряники расписываются художниками-мастерами вручную. В день изготавливается до двух-трех тысяч пряников. Самых разнообразных, вплоть до пряничных домиков. Посмотри, на фабрике используют и новые технологии. Принтер печатает рисунок сразу на прянике. Теперь и мы попробуем порисовать глазурью. Заодно заберем с собой по прянику. Лучше подарков из покрова не найти. А еще в Петушинском районе есть необычная усадьба в селе Андреевском. С середины 18 века она принадлежала одному из богатейших дворянских семейств России – Воронцовым. Активное строительство здесь велось при романе Воронцове – первом Владимирском генерал-губернаторе. Его дочь Екатерина Воронцова-Дашкова была подругой Екатерины II и директором Санкт-Петербургской академии наук. Дворец Воронцовых поражал своей красотой и роскошью. А еще – огромной библиотекой и коллекцией портретов, написанных выдающимися художниками того времени. Как жаль, что эта прекрасная усадьба сегодня заброшена. А знаешь, имя какого еще знаменитого человека связано с Петушинским районом? Это художник Исаак Левитан. А его Владимирка, которую мы видели в Третьяковской галерее, не здесь была написана? Так и есть. Это было в 1892 году. Художник отдыхал в этих местах у друзей. Однажды после охоты он вышел на Старое Владимирское шоссе и был потрясен открывшимся видом. Левитан представил, сколько несчастных каторжников прошло пешком в Сибирь по знаменитой Владимирке. Здесь он написал также несколько других работ. В память о Левитане в деревне Елисейково открыли музей в здании старой школы. Здесь можно увидеть копии картин, написанных художником на Владимирской земле. Некоторые личные вещи и фотографии. Специально был построен и дом пейзажа имени Левитана, в котором представлена коллекция картин художников Владимирской земли и других регионов. Творческие люди со всей страны приезжают сюда на пленеры. А ежегодно в августе в Елисейково проводится большой праздник искусства – Левитановский фестиваль. А мне рассказывали, что где-то под Покровом есть необычный музей под открытым небом, где можно погулять и узнать все про быт и занятия русских крестьян в прошлые века. А, так это музей «Русский остров». Его создал коллекционер Андрей Баранов. Это территория, окруженная лесом, на которой под открытым небом расположены несколько срубов деревянных домов конца 19 века. В некоторые дома можно зайти и увидеть часть интерьеров. Здесь все настоящее. Оформление простое и еще не завершено. Но попадаешь в атмосферу старины и можешь представить, как жили крестьянские семьи более столетия назад. Посмотри, какие тут собраны необычные предметы быта. Инструменты, деревенская утварь. Целые коллекции орудий для земледелия, бордничества, кузнечного и гончарного дела, охоты, торговли. Чего тут только нет. Круто, что здесь нет закрытых витрин. Все экспонаты можно брать в руки. Интересно, а ты про все приспособления знаешь, для чего они? Конечно нет. Мы же современные люди. Например, есть хитроумные устройства для ловли зверей, которыми пользовались охотники в старину, лодки-долбленки и многое-многое другое. А еще собраны ткацкие станки, прялки – настоящие народные костюмы Центра России. Очень увлекательный музей. Здесь и целого дня не хватит, чтобы все изучить. А ведь мы еще не все увидели в этих краях. Здесь есть и святые места. Ты, наверное, никогда не была в монастыре на острове. Это свято-введенский монастырь начала 18 века. Он был основан монахами бывшей Антониевой пустыни после ее закрытия. Расцвет монастыря пришелся на вторую половину 18 века, когда настоятелем здесь был старец Клеопа. Говорят, он обладал даром исцеления и предсказал собственную смерть. Его мощи сегодня святыня монастыря. Ой, это просто остров чаек. Они совсем людей не боятся. Подкрепимся в трапезной и снова в путь. К озеру Черным, здесь неподалеку. Нереальная красота, как волшебное зеркало в центре леса. А это мое любимое место под петушками – агрокультурный комплекс «Багдарня» в деревне Крутово. Знаешь, чем оно удивительно? Его создал английский фермер-предприниматель Джон Каписки и его супруга Нина Кузьмичева. Они восстановили заброшенную советскую ферму. И сейчас в их животноводческом хозяйстве более 4000 голов крупного рогатого скота, стадо овец, козы. Есть тут и сыроварня, где производятся десятки сортов сыра. И даже фестиваль сырмарка проходит ежегодно. Видимо, особая страсть хозяев – лошади. Каких только пород тут нет. От арабских скакунов до владимирских тяжеловозов. Здесь и турнир «Владимирский тракт» для русских троек регулярно проводится. Надо вернуться сюда зимой. А пока насладимся летом. Вот так и живут эти города-соседи – петушки и покров. У каждого своя история. Здорово, что мы тут побывали. Такую красоту увидели и столько интересного узнали. Все в копилку впечатлений. А ведь и правда, отличный маршрут «Москва-петушки» у нас получился. Насыщенный и разнообразный. Субтитры создавал DimaTorzok